Как бы идти в Лаусе вечера, точнее не в Лаусе, а в Лаусе, но это не важно, потому что сегодняшнее видео будет слышать Да, 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 про Бангкок. Правда из Бангкока мы будем выходить, так что большая часть наследия будет про тайский автостоп и про город Чангмай И в начале этого видео мы выходим, выходим, выходим из большого города Бангкока На шестой день пребывания в Таиланде мы покидаем Бангкок Мы тут почти все уже исключили, то что можно получить за нормальные деньги И сегодня мы попытаемся стопить Чангмай на север, 650 километров от Бангкока на север Кристовым геннастовым полям с ноником в дешевую жилью Таиландский стоп Говорят, очень неплохо, будем пробовать, но для этого сначала нужно выбраться из города Здесь задача нигде реальная Да, выбор в тот раз из Бангкока Это вам не мкат перейти, и тем более не из Харькова выйти Во-первых, мы доехали на двух автобусах, благо один из них был бесплатный социальный Потапили на это примерно два часа Теперь мы вроде бы как выехали из Бангкока Но он незаметно перетек в какой-то другой город И нужно среди всего этого хаоса сейчас найти, куда выходить и главное где стоять Вот такая красота Сверху дорога, снизу дорога, сзади дорога Значит, в мае оставалось 650 километров Итак, у нас есть первый опыт тайского автостопа Точнее автобуса стопа, потому что встал дяденька И сказал, ай-яй-яй, нет денег, погнали посажу на автобус Он посадил нас на автобус до Аютай, это пригород Бангкока, 50 километров Но зато мы отъехали от города, выбрались из этих ужасных развязок Правда, тотальная урбанизация на этом не закончилась, но стало немножко реже И если мы в смене вред, до Чиангмая отсюда 500 с копейками километров Идем дальше Таиландский стоп Нас на автобус посадит Таиландский стоп А сейчас не будет ничего слышно, потому что электричка через Жужвангле Таиландский стоп Таиландский стоп А если вы спросите, как вдруг мы ехали автостопом, потом оказались по электричке, все очень просто. Под вечер мы застопили местных жителей, которые позвали переночевать у них, нагормили ужином, разбудили утром, отвезли на вокзал, вручили кулечек с кокосовыми линчиками, посадили на электричку, сказали удачи, и мы поехали в город Чармай. В электричке мы сдолбались настолько, что в следующий день я просто ничего не снимал, а на следующий день мне было что рассказать про этот город. Сегодня у нас город Чармай, в который приехали вчера, но вчера камера села, я ничего не поснимал, сейчас буду догонять. Итак, город Чармай. В интернетах говорят, что это местный Петербург, культурная столица, бла-бла-бла-бла-бла. А пока что все, что я видел здесь вчера, это бары, проститутки и европейские туристы, которые ходят по этим словам барам проституткам. Возможно, днем сегодня я вижу что-то другое, но пока что это так. Здесь миленько, уютненько, жарко, на горизонте горы вокруг, вот такие милые красные такси. Да, это такси, точнее мини-автобусы. И здесь мы живем в гостхаусе, потому что в Таиланде странный каучсерфинг. Не в том, что все странный, но да, в Таиланде странный каучсерфинг. Здесь у многих довольно специфические требования насчет хостов, насчет гостей. Кому-то нужны просветленные будды, он не вписывает просто за истории. Кто-то принципиально не принимает пары, кто-то принципиально принимает только гостей своего пола. Все довольно странно. И мы отправляли здесь допросы по Бангкопу и по Паттайе. Где-то две трети тех, кому мы писали. Ой, что-то растет прикольное. Упали на глухой мороз, а остальная ответила, что сори, сори, гайз. Я бы с радостью, все клево, но именно сегодня и завтра. Короче, именно на ваши даты у меня там гости, родственники, друзья. Поэтому в эти даты не могу, но если другие дни, если что, вы пишите, звоните. Не questions, пишу, все такое. Писали. Мороз, мороз глухой. Благо здесь, в Чернмайе, дешевые гестхаусы. То есть за 100 гривен с человека, 4 доллара, как привычнее, можно получить комнату с душем, с бассейном во дворе и с включенными завтраками. Скромненькими, но с завтраками. Поэтому вот так. И мы сейчас идем искать знаменитые храмы Чернгмая. Растут какие-то мини-каштанчики или макрожелуди. Скорее, макрожелуди. Что-то. Погуляв минут 20, почему я понимаю, я понимаю, что был неправ. Потому что город, в котором можно купить связку, большую связку бананов за 10 батов и какую-нибудь еще другую уличную еду за 15 батов, он не может быть плохим. Просто мы вчера были не в тех местах, просто нужно знать, где ходить. Вот и все. Выпечка. 10 бат штучка. Красота. И такое ощущение, что здесь гестхаусов просто больше, чем обычного. Какого обычного? Здесь нет обычного жилья, здесь одни гестхаусы. Гестхаус, гестхаус. Нужно взять Монпетс. Фоткать храмы и ступы в Чернгмая, это как фоткать мечети и медресе в Самарканде. Здесь отойдешь от одного храма, который вроде бы вау крутой, и попадешь на следующий вау крутой храм. Поэтому я задолбался их снимать. Хватит, хватит фото храмов. По выходным, в центру Чернгмая, Бекилайут, образуются Sunday Night Market и Saturday Night Market. Попал в весеннем субботу, что ответственно. И если для иностранца это экзотика-экзотика рынок, то для нас это примерно вот так. Sunday Night Market в Чернгмая, это успешный рынок. То есть это рынок выходного дня. Да, он довольно экзотичен, особенно для европейцев, которых таких рынков нету. Но это рынок ни больше, ни меньше. И куча местных охламы. Ложечки, чашечки, бусики, сумочки. Еда, нужна еда, срочно нужна еда, здесь еда. Аром масла. Мыльца. Упанье, все смело. И так далее, и тому подобное. А теперь снова немножко отрестим. О чем я говорю, когда я говорю о стритфуде в Таиланде? А сколько здесь иконов? 1 гекона 2 гекона 3 гекона 4 гекона 5 гекона И это еще не все В Найланде и восточной Азии все советуют брать в аренду на мед и идут на нем, потому что общественного транспорта здесь очень мало такси дорогое, но в обеде можно нормально передвигаться и оно конечно будет Но Вчера была мысль взять мопед и поездить здесь бесправ, но сегодня я понял, что нет, потому что вот такие красивые ребята сегодня весь день по всему центру ловят мопедистов значит у них права штраф за бесправное вождение здесь стоит насколько я знаю что-то около 500 бат, то есть 400 гривен а получить права она стоит ну где-то всего лишь в 2 раза дороже поэтому нет оп, словили хоть сюда поэтому после того, как мы сделаем виза ран и осягем здесь на какое-то дольшее время чем оставшееся нам 5 дней я таки наверное пойду и пробую получить права потому что права полученные в Таиланде работают в Вьетнаме, Камбодже, Индонезии везде ой петушки алтарь петушкам работают они везде сдаются сдаваться на них и стрелять интернетом довольно легко и недорого поэтому нужно будет попробовать потому что без набеда здесь тяжко я говорил что больше не буду снимать в храмах но здесь, я думаю, нужно это сделать это центральный храм Чангмэя Ват Лианг что-то там и он очень красивый а сейчас просьба всех в Таиланде пропустить где-то полминуски видео во всех каналах прудах и лужах Таиланда по крайней мере что я видел очень много рыб вот они карпы здоровенные ну и голуби тоже куда без них голубей кормят рыбок прям бурлит все бурлит а это самый симпатичный парк в центре Чангмэя тут можно лечь и валяться чем мы сейчас и займемся и на этой боброй ноте на сегодня все а в следующем видео уже будет новая страна новая страна подписывайся на канал шарите видео, друзьяшка лайкайте, поддерживайте а я пойду погуляю по надежной микроркан просто высоко спасибо и спасибо и